Смотрите, смотрите, плиту опускает. Ну ничего себе! Какая скорость строительства! Всё! Да там, где рот нормально. Отличный маркетинговый ход. Планировочное решение с передними. Что может быть ещё комфортней? Я тоже ощущаю это. Признан банкротом. 2021 года. Самый красивый дом в новом месте. Нигде ни одного спуска. А чтобы было удобно поднимать коляску с ребёнком? Совсем не про людей вот это всё. Высокомаржиналити. Ну вы понимаете, да, что это такое? Давайте разберёмся. Друзья, добрый день! Я Андрей Артёмов. Сегодня я вам покажу и расскажу про жилой комплекс «Сибирь» от нового застройщика в Ленинградской области. Группа компаний «Союз» из Барнаула. Согласно данных из Единого государственного реестра юридических лиц, компания зарегистрирована в 2019 году. В этом же году компания приобрела железобетонный завод в посёлке Заводской, что находится в Севолжском районе. Свой завод застройщику необходим для изготовления железобетонных панелей, для возведения своих же многоэтажных домов. Но на этом приобретения застройщика не закончились. В этом же 2019 году застройщик приобрел чуть более 2,5 гектаров земли у застройщика жилого комплекса «Огни Колпина». Место под застройку выбрано в посёлке Тельнино. Это на границе с Колпино. День, когда организации «Статус» и «Квартал 17а» возводили жилой комплекс «Одни города». Комплекс должны были сдать ещё в конце 2017 года, но стройку неоднократно переносили и сдали лишь в сентябре 2020 года. Сейчас застройщик жилого комплекса «Огни Колпина» признан банкротом. Разрешение на строительство жилого комплекса «Сибирь» застройщик группы компаний «Союз» получили 26 января 2021 года. А с высоты-то, конечно, хорошо видно, что ни одного нет ни строителя, вообще никого. И никто пока ничего не строит. Это обеденный перерыв, наверное. Поэтому они сейчас разбежались, да. Жилой комплекс «Сибирь» будет состоять из 8 домов, 17 этажей каждой, строящихся по панельной технологии. Панельная технология – это когда одну плиту приварили к другой плите, почти так же строили и советские панельки. Про звукоизоляцию из опыта не приходится говорить. Вы будете, скорее всего, слышать соседей на 2-3 этажа ниже и выше. Ну а чтобы дом был энергоэффективным, фасад утепляют базальтовым утеплителем. Ну и если, конечно, застройщик воплотит те рендеры, которые есть на его сайте, то это будет самый красивый дом в новом месте. Застройщик на своем сайте пишет, что строит дом, а в Колпино – в новом Колпино. Но на карте, в его же сайте, в проектной документации, разрешительной документации – это поселок Тельмана. Давайте разберемся. В Колпино городская прописка, в поселке Тельмана – областная. Поселок Тельмана относится к Тоснинскому району. Давайте послушаем, что рассказали жильцы соседнего дома о поселке. Прописка же здесь областная, правильно? Да, это областная. И все благоцивилизации тоже с области приезжают. Такие, как скорая помощь, полиция и так далее. Не знаю, мне вообще эти дома радости не внушают, потому что наш дом для меня отвратительный. Потому что не занимается им никто, деньги мы платим, ничего не происходит. А лента, кстати, что рядом, хорошо или плохо? Ну, как сказать? Ну, наверное, чисто территориальное. Если в магазин сходить, то хорошо, но в плане того, что припарковаться, припарковаться, вот эти разъезды параллельные, они, конечно, неудобные для заезда во двор. То есть нам, если нужно проехать по основной проезжей части к нам, то там тяжело. А фуры сюда заезжают, разгружают? Да, 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 конечно. То есть тоже есть. И они часто цепляют машины, которые там припаркованы, то есть они это не продумали. Еще очень здесь у этих домов, у двух не продуман вариант. Здесь все, вот если посмотрите, углы домов, они такие закругленные, и ни одного спуска с поребрика нет. То есть поребрика они сделали такой добротный. А вот о чем как раз и говорила жительница этого дома, о доступности среды. Обратите внимание, что высокий бордюр, никакого нет спуска. И с этой стороны аналогично, но зато есть вот такой трехэтажный пандус. Красота! Тут очень много таких моментов. Мне некомфортно. У нашего дома, по крайней мере, прямо видно, что дом на отшибе. Мы относимся к Ленинградской области. Казалось бы, Тельмана здесь рядом, но область не хочет заниматься даже вот нашими разъездами, там, домами. Забыли про вас. Да, а если посмотреть квитанцию, то там дерут нормально. За ремонт общедомового вот этого всего нормально дерут. Ничего не сделали до сих пор вообще. За лифты дерут нормально. Лифты не работают. То есть настолько не работают, что мне какой-то период было страшно в нем ездить. А как шумоизоляция, кстати, в вашем доме? Все слышно? Даже не то, что в соседней комнате. Иногда в соседней комнате в своей квартире так не слышно, как слышно. Вот особенно слышимость между этажами. Да, в этом плане очень много проблем. Припарковаться здесь невыносимо. То есть дома построили, а припарковаться сюда даже негде. Вот я вот задумал, обратил внимание, у вас там просто, ну, как и печальная детская площадка, я по-другому вообще не буду понимать. Очень печальная. Это она одна всего здесь или еще что-то есть? Ну вот рядом в том доме, ну вот у этого большого дома там еще хуже. А еще хуже. Маленькая такая же гигантская территория, маленькая площадочка, якобы площадочка. И все, вот на эти вот... Ну это домашкомфорт-классы, наверное. Ну да, ну прям эконом-эконом. Ну просто платить-то мы за это все платим. Ну за это платите, да. То есть вроде бы эконом, да, жилье, понятно, что ты не въезжаешь в хоромы. Комфорт-классы, бизнес-классы, но совсем не про людей вот это все. Что, кстати, у вас здесь с криминальной обстановкой? С криминальной обстановкой. Вечера можно пройтись? Да, да, здесь более-менее спокойно. Я, по крайней мере, себя чувствую спокойно, но особо по ночи мы, конечно, не бродим. Бывают товарищи, которые там на задний двор выходят, там начнут, эй... Больше от жителей проблем. И в плане посадки борщевика, конечно, он тут немереном, мне до сих пор непонятно. Борщевик сажали? Нет. Нет, он сам растет, он растет. Он растет, естественно, просто этим не занимаются. Хотя вот здесь, например, передомовая территория вдоль газона идет, я так понимаю, эта территория, естественно, например, застройщика, они даже не парятся уже этому поводу. То есть этот борщевик как бы подрезанный стоит, и пофигу, что там люди гуляют, дети гуляют. Ну, сами понимаете, борщевик есть борщевик. И причем даже не пытаются, они воскрасили. Работа началась, ура! Да, да. 13.42, видно, обед закончился. Стройка, конечно, пошла, но какие-то темпы, ну, не за 9 месяцев, друзья, это точно. Ну, вот мы сейчас слышали, да, о чем поведали местные жители соседнего дома, да, проблемы с выездом, заездом, проблемы с тем, что Колпино находится через дорогу, не дай бог у тебя что-то случится, к тебе никто не хочет ехать, а та же Скоро или какая-то другая структура дали наехать сюда из Тоснов. Вот поэтому, не говорит, что никто не приезжает. На данный момент застройщик возводит два дома. Общее количество квартир 500 штук. Но для них застройщик предусмотрел 323 парковочных места. Ну, я полагаю, что их друзья не хватит. Если верить информации сайта застройщика, двор будет закрытый без машин. Ну, соответственно, на ваших парковочных местах будут парковаться жители соседних домов, где с парковкой тоже не все так хорошо, как хотелось бы. Можно, конечно, припарковать свой автомобиль у ленты, который находится в пешей доступности, если, конечно, найдете место для своего железного коня. Чуть не забыл, у комплекса Сибирь прекрасное окружение. Дома эконом-класса. В принципе, контингент, наверное, многоквартирных домов такой соответствующий, потому что нам тут бутылки на голову сбрасывают с 8 этажа. У нас не работают постоянно лифты каждый день. Никто дорогой на въезд у нас не занимается, на парковку не заехать. Соответственно, там дыры уже гранили люди, видимо, кто-то засыпал. ТЭЦ, промка. Но застройщик позиционирует дом как комфорт-класса. Так в чем же комфорт? Лента – это постоянные фуры и грузовые машины. ТЭЦ и промка – ну, не самые лучшие соседи. Да и дома эконом-класса сами говорят за себя. Панельная технология без звукоизоляции – что может быть еще комфортней? И не забудьте про соседство со вхозом. Местные жители сказали, что с него дует неприятный запах. Так что на промку будете любоваться через закрытое окно. Ну, вот я говорю, я тоже ощущаю это. Но вот в большинстве случаев вот это оттуда несет. Именно... То есть совхоза, да? Совхоза ТЭЦ. Красивые картинки дома, дворовой территории, более тысячи растений разных сортов и видов, большие деревья. Но как только открываешь проектную декларацию застройщика, то понимаешь – все это маркетинг. Рядом с комплексом и есть действующие детские сады и школы. Но в них, ух, как тяжело попасть. Все давным-давно уже переполнено. Об этом мне рассказали жильцы этого поселка и Колпино. 1 миллиард 186 тысяч рублей – примерное стоимость строительства этих двух домов. При этом уставной капитал застройщика, согласно данным из выписки игры, составляет 70 миллионов рублей, что будет чуть менее 6% от суммы предполагаемого строительства. Планировочное решение с передними. У нас прихожая, у них передняя. Решили так и оставить отличный маркетинговый ход. Хочется посмотреть, что же такое переднее. Если говорить о планировочных решениях, то, на мой взгляд, они очень давно отстали, друзья, от жизни. Но сами посудите. Двухкомнатная квартира, ванная комната – одна в 2,8 квадратных метра. А в трехкомнатной квартире – 2,9 квадратных метра. Я полагаю, будет там достаточно тесновато. Это как в советских панельках. Ванная, стиральная машинка, и ты сможешь только туда втиснуться. Все. На фасадах здания мы видим большие окна. Но не радуйтесь раньше времени, это лоджии. А окна-квартир обычного типового размера. Увеличенных проемов не будет. Дорого это. Как в своем интервью сказал застройщик, питерский рынок высокомаржинальный. Вот и будут у нас высокомаржиналити. Когда читал интервью одного из собственников застройщика, фото, представленное на сайте, напомнило вот это. На камеру застройщик отказался рассказать о своем комплексе и ответить на вопросы. Давайте мы позвоним и зададим их по телефону. Ирина, здравствуйте, меня зовут Андрей. А кто меня сможет проконсультировать про ваш дом? Да, хорошо, давайте. Алло, добрый день. Это Андрей, строительная компания «Союз Сушева». Да, Андрей, здравствуйте. У меня вот вопрос. Я недавно проезжал, видел, что вы там строите. Это Колпино, да? Я правильно понимаю, строится в Колпино? В Колпино, жилой комплекс «Сибирь». Подскажите, как вам обращаться? Андрей, мы с вами тезки. А прописка городская же тогда получается раз в Колпино? Нет, здесь Ленобласть будет. То есть здесь территориально это, ну как бы, вот Колпино, но с одной стороны дороги, это Колпино, именно Санкт-Петербург, а с другой стороны, где у нас жилой комплекс находится, это будет Ленинградская область. Ну и, соответственно, наш жилой комплекс, он на Ленинградской области расположен. Вот это поворот! Так, подождите, вы меня что-то запутали. Он в Колпино, но прописка Ленинградской области почему-то. Да. То есть, получается, строить его все-таки не в Колпино, а в Ленинградской области, значит? Да, то есть этот участок, он относится к Ленобласти. Значит, строите в Ленинградской области, прописка у меня не городская. А какие нюансы есть в прописке городской или нет? У меня просто никогда не было ни городской прописки. Ну, здесь определенные льготы по коммунальным платежам, по всяким страхованиям. Это из-за нюансов. Ну, то есть это более выгодно. Школы, детские сады, это все здесь рядом находится. В принципе, особой разницы с городской или не городской пропиской нет. Насколько мне известно, Андрей, ваша компания будет строить детский садик за предыдущего застройщика, который банкрот. Это верная информация? Да, то есть мы на этом участке будем и детский сад, и школу строить. А когда будете строить? Ну, сейчас еще по точным срокам у нас нет генпланов. То есть генплана нет? Ну, там нет пока. Полностью генплана всего участка будет, он разработан к концу года, и, соответственно, там уже будут известны все сроки по строительству. А сколько сейчас эти однокомнатные стоят? Они идут в среднем от 103 тысяч до квадратный метр. А шумоизоляции как у вас? Может, к нам удобно будет подъехать? А шумоизоляции что там, чтобы не слышно мне соседи были? По шумоизоляции у нас и стяжка предусмотрена. Ну, стяжка это не шумоизоляция. Ну, как это? Шумоизоляционная стяжка. У нас не просто стяжка, а шумоизоляционная. То есть, а что там будет кроме цемента? Там еще слой шумоизоляции прокладывается. А что за материал? Не подскажите, чтобы я загуглил? На основе минераловатного какого-то шумоизоляционного материала. То есть, вы точно не знаете, да? У нас коммуникации выносятся в коридоры, то есть труб в квартире основных сливов нет. Ну, не по квартире. Мы в офисе с вами это прям детально сможем разобрать. Я вам смогу показать, что и как у нас расположено. А, то есть, у вас там образцы шумоизоляции есть? Алло. Алло, я говорю, у вас образцы шумоизоляции есть? Алло. Алло, я вас слышу, вы меня слышите? Андрей? Алло. Я вас слышу, Андрей. Вот так. Первый неудобный вопрос по шумоизоляции. И разговор прервался. Подождем пару минут. Возможно, нам менеджер перезвонит. Алло. 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 О, я слышу вас, Андрей. Да, Андрей. То есть, я правильно, Андрей, понимаю, что у вас в офисе можно будет эту шумоизоляцию посмотреть, потрогать, понять, что это за зверь? Ну, нет, прям в офисе потрогать я не смогу вам дать ее, потому что у нас нет этого... А как называется-то, хоть, чтобы в гугле я набрал, как эта штука называется? Что за шумоизоляция? Это пленка, либо это что такое? Нет, это не пленка. Это... Ну, вот в моменте сейчас не могу вам сказать материал, который здесь будет вкладываться. Давайте я уточню с перезвоночником. Хорошо. А еще вот у меня вопрос по озеленению. У вас там деревья будут большие? Конечно. Это сразу взрослые деревья будут высаживаться. Я вот у вас просто сейчас открыл на сайте проектную декларацию. В проектной декларации написано, что у вас будут только газоны и кусты. Про деревья вообще ни слова. Нет, у нас здесь будет работать проектную декларацию. Естественно, мы же можем редактировать проектную декларацию, которую мы разместили. Это вот первоначальная декларация. Далее у нас благоустройством будет уже отдельно компания Greenwood заниматься, которая уже будет разрабатывать именно полностью озеленение с кустарниками, с деревьями. То есть я правильно понимаю, что сейчас на благоустройство в проектной декларации мне смотреть не стоит, потому что там неверная информация, она будет, соответственно, чуть позже. Ну, она там не только неверная, она там просто, так сказать, минимальная. В дальнейшем это все будет уже... Хорошо, еще вопрос. Вот я правильно понял, вы сказали, там утеплитель, а потом вентфасад идет. А вот вентфасад мне там на голову не упадет? Нет, сейчас вентфасад, он опять же по новой технологии крепится. Это не как раньше керамогранитные плитки вот эти крепили. Сейчас это идут композитные панели на основе алюминия. И получается они крепятся также на алюминиевые склепки, которые не ржавеют, не отпадывают. То есть они максимально безопасно идут. Композитная панель, она идет, то есть она многослойная. Многослойная. Но она тоненькая, я понимаю, что она легенькая, правильно я понимаю? Ну, она порядка где-то 5 миллиметров толщину будет. 50 лет закладывает в срок службы каждого дома. Сейчас, например, мне вот я куплю, в 23-м вы сдадите школу и детский сад. Когда, чтобы мне понимать, вы примерно хотя бы строить начнете? Потому что мне надо ребенка в сад ходить. Сейчас даже сказать вам ничего не могу по срокам. То есть у нас в конце года будет разработан общий план всего жилого комплекса, состоящего из 8 домов, 2 детских садов и школы. И тогда уже будут известны сроки. А сейчас там школы, какие-то садики есть, куда ребенок может ходить? Сейчас только в соседних кварталах есть школы, детские сады, куда можно ходить. А с местами там как не в курсе, можно туда попасть или нет? Ну, эти дома, которые вот здесь рядом уже построены, они ходят. В эти садики? Да. То есть места есть, туда можно спокойно попасть? Ну, я вот прям точно это не звонил, не спрашивал, можно или нет попасть. Ну, они функционируют, и жильцы соседних домов здесь все пользуются детскими садами и школами. Здесь рядом большое количество детских садов, друзья. И когда вам застройщик будет про это рассказывать, он у вас, естественно, не обманет. Но задайтесь вопросом, можно ли попасть вашему ребенку в этот сад? Я вам отвечу, нет, потому что они все давным-давно переполнены. А трубы, подскажите, они где будут? По стенке идти? Или будут... Трубы, у нас разводка вертикальная, ну, соответственно, у вас они будут стояками идти. То есть я буду ее за занавеской прятать? Совершенно. Вот довольно-таки много вопросов, и их уже, конечно, лучше в офисе обсудить, чтобы... Нет, если просто в офисе вы мне это можете показать, то я там подъеду. А если там показывать нечего, смысл, как труба выглядит, я и так, в принципе, понимаю. Я вам и на фотографиях на всем смогу это представить, показать. А высота потолка еще какая у вас, подскажите? 2,69 в чистом виде. 2,69 это вот от стяжки, да, вашей? Да, это уже от стяжки. А квартиры еще, Андрей, как вы сдаете? Там уже отделка будет или нет? Два варианта есть у нас отделки. Есть вариант предчистовой с белыми стенами, есть вариант под ключ. Уже с ремонтом, с мебелью. Хорошо, вот если эта квартира 3,900 стоит, это с ремонтом уже? Она под ключ. Нет, она идет под ключ. Ой, прошу прощения, она идет в предчистовой отделке. Предчистовой отделке. Под ключ это индивидуально у нас квартиры назначены, там порядка 25 квартир, которые идут под ключ. Ну вот однокомнатную, сейчас однокомнатную, сколько мне нужно денег, чтобы ее купить там с мебелью, чтобы я там не мучился, строитель не искал сам, чтобы ремонт не получился. Если рассматривать минимальные варианты с ремонтом под ключ, это будет 37 квадратных метров, 4,590 по стоимости такие квартиры идут. Так, 4,590, хорошо. А если она будет такая же квартира 37 квадратных метров без ремонта, с предчистовой отделкой? 4,5 миллиона. То есть 500 тысяч это ремонт вместе с мебелью? Да. А кухонная техника туда входит? Кухонной техники нет, только мебель. Мебель что вы имеете в виду? Шкаф там? Кухонный гарнитур, встроенный шкаф передний. То есть вовсе опять же все на фотографиях, могу показать, как это будет выполняться. Много информации уже из Барнаула, Новосибирска, как мы там делаем. Мы, извините, не в Барнауле, не в Новосибирске, мы в Санкт-Петербурге, в Ленобласти. Хорошо, а еще вопрос. Вот я смотрю фотографии у вас, там, ход строительства, и что-то как-то в месяц вы строите, там, в месяц-два строите всего лишь один этаж. Ну, уже пять этажей сейчас стоит. Сколько? По темпам строительства здесь все идет по срокам. А, по срокам. Первый блок-секция уже пятый этаж. Да, и к третьему кварталу 23-го года все будет сделано у нас. 4 июня я снимал обзор этого комплекса, и однокомнатная квартира в 33,8 квадратных метра стоила от 3 миллиона 800 тысяч рублей. Четыре дня, друзья, прошло, и она уже стоит от 3 миллионов 900 тысяч рублей. А вот что значит высокомаржинальный рынок. А в этом доме техэтаж будет у вас? Конечно, да, это везде в проекте. То есть, получается, вот если я квартиру возьму на 17-м этаже, у меня еще сверху техэтаж будет, то есть у меня там ничего не протечет. Хорошо, правильно я понимаю? Да, ну, здесь нужно уже по наличию, конечно, смотреть, остались ли квартиры на 17-м этаже. У вас есть разница такая, что первый этаж дороже, а там последний дешевле или наоборот? Нет, у нас все квартиры в основном идут по одной цене. А с парковкой что у вас? Она во дворе будет или паркинг будете строить? У нас внутренний двор, он без парковки, он закрыт от проезда снаружи. У нас довольно-таки много парковочных мест и будет также еще гаражный комплекс строиться. Это когда будет строиться? Ориентировочно к концу 23-го года он также будет сдаваться. К примеру, я приобрел квартиру, все, вы там дом сдали, я там заселился с ремонтом вашим. И, не дай бог, у меня там что-то случилось со здоровьем. Я позвонил в скорую. Откуда скорая помощь поедет? В Кленобласти. То есть из Тосна, да, поедет она, получается? Угу, все верно. И полиция оттуда же будет? То есть наша Клининградская прописка, то вы относитесь к Кленобласти. Это Тосненский район, поселок Тельмана. То есть, соответственно, с Тосном не получится и полиция, и... Хорошо, а если мне нужно, например, в поликлинику пойти, это куда я пойду? В Тосно нужно будет ехать? Она в Тельмана вот здесь, в шаговой доступности есть. Еще вопрос. Вот я когда заезжал там, по правой руку, если не ошибаюсь, там лента находится, и там вся дорога из-за фур убитая. Вы асфальт там будете ремонтировать? Ну, естественно, да. То есть перед сдачей там все... Мы ее отремонтируем. Мои сейчас в летний период отремонтируем. А вот парковка, что у вас там на картинке, что видно, там за домами машины стоят, она там закрытого типа будет, или там кто хочет приезжает и паркуется? Ну, жильцы будут приезжать. Если вы хотите индивидуальное себе машинное место, то вы, естественно, себе в гаражном комплексе. В гаражном комплексе. Все, а там, получается, оно место для всех. Я правильно понимаю? Да. Два лифта грузовой, пассажирский. А лифты какой торговой марки у вас будут? Ангел Фэйр, Элевейтор. Это китайские? Это китайский высокоскоростной бесшумный лифт, да. А управляющая компания потом ваша будет или нет? У нас будет, да. У нас, собственно, управляющая компания в Барнауле и в Новосибирске. Так, а вот как все-таки вопрос по деревьям решить, что будут они все-таки или нет? Потому что сейчас в документации ничего об этом не написано, а будет ли в дальнейшем непонятно. А вы мне пока только это на славах можете пообещать, а в итоге получится, что у нас более поле будет. У нас есть проект благоустройства, который, если заказать, я смогу вас ознакомить с ним, если вам детально прям это нужно. Ну и вы можете посмотреть, как мы уже делаем жилые комплексы, и, соответственно, как мы здесь его представляем. Так он и будет. Хорошего дня, до свидания. Хорошо, Андрей, если что, звоните. Друзья, квартира – это не мороженое. Приобрел, не понравилось, выкинул. Квартира – это покупка всей жизни. Нужно очень тщательно подходить к выбору вашего объекта, где вы будете проживать. Нужно смотреть не только на саму планировку и на ее стоимость, а нужно исходить из огромного множества критериев. А нужна помощь приобрести либо продать – обращайтесь. Если вам это видео было полезно, обязательно напишите, чтобы я знал об этом в комментарии, друзья. Пишите, что вам вообще интересно, что бы вы хотели еще видеть в моих роликах. Это поможет сделать их еще лучше и полезнее для вас. Я, как обычно, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, а ставьте комментарий и поделитесь ссылкой на этот ролик. До скорой встречи, друзья. Продолжение следует... Продолжение следует...